В правительстве состоялась коллегия регионального министерства имущественных отношений и архитектуры. На совещании подвели итоги работы министерства за 2022 год и сверили планы на 2023 год. По словам губернатора Алексея Русских, министерство существует меньше года, но ему уже удалось проделать большую и важную работу. От качества и эффективности управления областным и муниципальным имуществом во многом зависит поступление средств в консолидированный бюджет. Кроме того, грамотное распоряжение имуществом позволяет проводить успешную инвестполитику, реализовывать полезные бизнес-проекты. Большую роль имущественные отношения играют и при формировании современного облика муниципальных образований, развитии социальной и технологической инфраструктуры. Благодаря работе министерства жизнь ульяновцев должна стать более комфортной. Глава ведомства Михаил Додин планирует усилить контроль за использованием государственного имущества. В госсобственности сегодня более 12 тысяч объектов и 12 акционерных обществ. От использования имущества министерство получило доходы 6 миллионов 600 тысяч. Кроме того, были получены дополнительно 9 миллионов 400 тысяч от реализации части пакета акций Вишкамского элеватора. По итогам работы госкомпании за 2022 год, их общая выручка превысила 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Региональное министерство имущественных отношений и архитектуры ставит перед собой две главные задачи на год. Первая связана с полномочиями в сфере градостроительства, которые в этом году перешли к новому ведомству от города Ульяновска. Это утверждение подготовки генерального плана правил землепользования и застройки и подготовка документации по планировке территории. Мы уже запустили конкурсную документацию на большую работу по актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки. Контракт планируется трехгодичный, сроком до 2025 года. В конце, в первом квартале 2024 года мы планируем утвердить генеральный план города. В конце 2024 правил землепользования и застройки и до конца 2025 до ставить границы необходимые, которые нужно ввести в ЕГРН. Вторая масштабная задача министерства – мастер-план агломерации. С апреля по декабрь прошлого года специалисты ведомства провели масштабное исследование агломерации. Благодаря детальному мониторингу Федеральное министерство строительства выбрало Ульяновскую область к пилотным регионам для отработки мастер-плана. Работой займется Единый федеральный институт пространственного планирования. 13 марта правительство региона и институт подписали соглашение о сотрудничестве.